Спонсор показа новостей – магазин «Обойный рай». Сеть специализированных магазинов «Обойный рай» – лучшие предложения по цене, качеству и дизайнерским решениям для оформления интерьера. «Обойный рай» – это более 3000 видов обоев от самых простых до премиум-класса. Фрески, потолочная плитка, ламинат и межкомнатные двери – отличное качество, цвет и дизайн. А также шторы с разнообразием рисунка, фактуры на любой вкус, под заказ или готовые. В магазин «Обойный рай» приходи и выбирай. По адресу Московское шоссе, дом 53 и Северная площадь, дом 5А. Как всегда, «Обойный рай» удивит своими ценами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Один для всех. В Серпухове состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню народного единства. Главной площадкой для массовых гуляний в этот раз стал парк имени Олега Степанова. Здесь собрались представители самых разных конфессий. В честь праздника гостей угощали настоящим восточным пловом и традиционными русскими сладостями. Подробности в репортаже Инны Шениной. День народного единства в Серпухове объединил представителей разных национальностей. В парке Олега Степанова можно было встретить даже граждан Демократической социалистической республики Шри-Ланка. Серпухов – очень хороший город Подмосковья, он мне очень нравится. День народного единства совпадает с Днём празднования иконы Казанской Божьей Матери. Примечательно, что в большой православный праздник в парке мусульмане абсолютно бесплатно угощают гостей мероприятия пловом дружбы. Вне зависимости от нации, вероисповеданий, мы собрались здесь и каждый показывает свою мини-культуру. С нашей стороны мы организуем плов. Плов у нас идёт один казан таджикский, другой казан узбекский. Оказалось, что на праздник в Серпухов приехал и муфтий Московской области Дауд Хазрат. На самом деле День народного единства – это общий праздник. Россия, как мы с вами знаем, это многонациональное и многоконфессиональное государство. И, соответственно, так как мусульмане проживают на территории Российской Федерации, мы прекрасно понимаем, что мы должны быть дружелюбными, мы должны быть активными, мы должны со всеми жить в мире, согласии. Как по плову? Очень вкусно. Плов очень вкусно, обслуживает прекрасно, прекрасно старается уважить каждому. И всем спасибо. Мне очень понравился плов, он очень вкусный. По близости от пункта раздачи плова можно выпить чая и попробовать выпечку. Горожан угощает общественная палата Серпухова. Благодаря членам общественной палаты Фокину Владимиру Павловичу и Залазиной Татьяне Витальевне сегодня мы будем всех угощать горячим чаем, пирогами, вкусными булочками от Серпухов хлеба. Так что все подходите, всем рады. Я вообще считаю, что когда мы едины, мы непобедимы. На праздник пришло около 30 представителей Серпуховского отделения Всероссийского общества инвалидов. Они развернули в парке выставку картин, классических и вышитых иглой, представили кукол Галины Крюковой. Подтягиваем творчеством, подтягиваем спортом. И вот у нас сегодня такая замечательная выставка. Я вот считаю, что клуб – это вообще второй дом. У нас директор такой замечательный, она наша как вторая мама. Она вот нас собирает и нам на душе легче. День народного единства стали отмечать в России 4 ноября, начиная с 2005 года. За 13 лет большинство россиян к празднику привыкли и считают его значимым для страны. Про 7 ноября мы уже не вспоминаем. Это рабочие дни, а сегодня ощущение праздника, выходной праздник и праздничное настроение. Праздник в парке закончился флешмобом «Россия». 18 команд со всего Подмосковья приехали в Серпухов, чтобы в очередной раз показать свою военную подготовку. Серпуховичи показали хорошие результаты, заняв призовые места почти во всех возрастных категориях. Пробежать дистанцию, разобрать и собрать оружие, поставить метку в листе – это только первая контрольная точка. После завязывания узлов, спуск с крыши трехэтажного здания и метание гранаты. Бегали по всему спартаку и нам объясняли, на каких точках мы будем все вот это делать. Регулярные силовые тренировки, бег с автоматами. Готовилась ко дню призывника команда из Подольска ежедневно. Ребята нацелены только на победу. Вся наша команда очень рада принять участие в этих соревнованиях. И мы приехали сюда, чтобы победить. Мы заряжены энергией и постараемся сделать все, что в наших силах. Георгий не вошел в основной состав команды. В этот раз он из скамейки запасных. Сегодня молодой человек перенимает опыт, чтобы в следующий раз войти в золотой состав. Ребята признаются, для них это не просто соревнование. Каждый готов отдать долг Родине, как только ему исполнится 18. Для меня этот вопрос стоит как-то определенно уже. Я, не знаю, с ранних лет интересовался военным делом. Мой отец сам тоже военный. И для меня никогда не стоял вопрос, буду ли я служить в армии. Конечно, буду. Каждый мужчина должен пожить в казарме, походить в берцевых сапогах и испытать на себе все тяготы военной службы, уверены участники из Подольска. Такого же мнения придерживаются и юные серпуховичи. Данное мероприятие проводится с целью популяризации среди молодежи воинской доблести. Для того, чтобы наша молодежь чуть больше знала о службе в армии. Чтобы понимала, для чего вообще нужна служба в армии. Для того, чтобы она понимала, что это не так страшно, что такое оружие, что такое нормативы. И наша молодежь очень этим интересуется и хочет больше знать об этом. Лучшими в старшей возрастной категории стала команда из Серпухова «Маргеловец». Они же заняли все три призовых места среди подростков от 14 до 16 лет. В младшей группе серпуховичей заняли второе место. На финальной стадии 15 ноября в Большом Грызлове и поселке Большевик завершится капитальный ремонт крыш. Контроль главы серпуховского района за качеством выполнения работ принес результаты. Количество задействованных на ремонте бригад увеличилось. И, как заверяют строители, основные работы до снегопадов завершатся. Подробности в нашем репортаже. На крыше 24-го дома в Большом Грызлове убирают последствия работы горе-ремонтников. Мягкую кровлю здесь постелили с нарушениями. Руководители район администрации и муниципальные управляющие компании потребовали от подрядчика устранить недостатки и провести уже качественный ремонт. Подрядчики фонда капитального ремонта приступили к работам по восстановлению кровель, в данном случае Большое Грызлово, два объекта, многоквартирные дома 24 и 8, работы начаты. С завтрашнего дня подрядчик начинает работы в поселке Большевик, Ленина, дом 14. С подрядчиками в Серпуховском районе последние несколько лет не везет. Опыта мало, а объектов набирают много. В итоге качество работ оставляет желать лучшего. Об этом в очередной раз представителям подрядчика говорит Евгений Марочкин, заместитель директора муниципальной управляющей компании. Ни одного сантиметра залить, и вы не делали подготовки. Да нет, у нас все делали. Я гарантирую. Как следы заложены, так и сделаны. Воронки водоприемные, хоть оно заменили? Вопросов к подрядчикам и субподрядчикам больше, чем ответов. Вместо реальных дел пока только обещание исправить недостатки в кратчайшие сроки. Вот и сегодня, после очередного осмотра крыш двух домов в Большом Грызлове, бригадир снова называет день завершения работ. Людям добавили, вот люди работают по двух домам. Я субподрядом являюсь, мы выполняем работу, большой часть уже сделали. Остальные тоже обязательно сделаем. До зимы, да, да, снегами сделаем. А снег выпадет 15-го ноября? Ну, значит, до 15-го ноября до зимы сделаем. У нас все готово, все жилищные столицы на базе лежат. Весь материальный у них есть, рабочая семья есть, контроль есть. Все есть, все будет. Только этим обещанием доверия уже нет ни у руководителей жилищно-коммунального хозяйства Серпуховского района, ни у главы муниципалитета, ни у самих жителей. Завтра в связи с чрезвычайной ситуацией с домами в Большом Грызлове и поселке Большевик состоится экстренное совещание. В этот раз в нем примет участие генеральный директор компании-подрядчика. Разговор пойдет о конкретных шагах по выходу из критического положения и возмещению ущерба пострадавшим от непрофессионализма работников. У нас малолетние дети, из крыши капает, течет, вот эта вся вода течет реально в квартире. Серпуховская художественная школа имени Бузовкина отметила свое 50-летие. За это время из учебного заведения было выпущено более 2000 человек. Многие из них пришли на юбилей родной художественной школы, чтобы вместе с представителями администрации городского округа сказать спасибо своим педагогам. На юбилей родной школы Людмила Починская пришла вместе со своими воспитанницами, танцовщицами балетной студии «Сельфида». Художественную школу имени Бузовкина она окончила в 90-м году. Эти дни не прошли даром, а то чувство гармонии, живопси и искусство, которое меня они вложили, сейчас сказывается на наших творческих работах и в хореографии. В какой-то степени было трудно, потому что педагоги были требовательные. Но когда мы подрастали, мы понимали и любили их от этого еще больше. Среди выпускников школы довольно много известных в городе людей. Это и скульптор Илья Дюков, и директор историко-художественного музея Жанна Олейникова, и другие. Сейчас в школе обучается 590 детей и взрослых по шести дисциплинам. Рисунок, живопись, станковая и декоративная композиция, скульптура, история искусств. Руководит школой уже на протяжении 32 лет Лидия Лещук. Я знаю Лидию Яковлевну 42 года. Именно столько она отработала в этой школе. Еще с Дворца культуры Ленина. Свою трудовую деятельность она начала оттуда. Лидия Яковлевна, Александр Палч-Алищук. Это те люди, которые, наверное, история нашего города. В 2017 году художественная школа имени Бузовкина вошла в десятку лучших детских школ искусств Московской области. Начальник управления культуры администрации Серпухова вручила сотрудникам школы благодарственные письма Министерства культуры и грамоты от главы городского округа. Ценные подарки. Чем больше учеников придет в эту школу учиться, тем лучше станет наш подмосковный край. Тем больше у нас будет людей, которые умеют ценить искусство, которые умеют говорить, умеют изображать, умеют понять, умеют выслушать. Уже 50 лет в художественной школе Бузовкина стараются затронуть лучшие струны детских душ. Вместе с ребятами в хорошую сторону меняются и родители. Я знаю, что многие люди даже не представляют, как работа может быть любимой. Вот я тот счастливый человек, который знает, что такое любимая работа. Не я сделала школу счастливой, школа осчастливила меня, потому что 42 года – это любимая работа. Творческого долголетия и процветания пожелали в этот день школе имени Бузовкина и воспитанники, и родители, и коллеги. Последние 11 лет школа размещается в новом помещении, проект которого педагоги школы выполнили самостоятельно. Наверное, поэтому здесь особенно уютно. Директор Лидия Лещук называет свою школу «маленькой академией художеств». Во Дворце культуры «Исток» в День народного единства прошел открытый фестиваль-конкурс «Песня душа народа». Участие в нем приняли солисты, ансамбли и хоровые коллективы из Серпухова и Серпуховского района, Калужской, Тульской и Московской областей. Всего 23 участника. Я считаю, что этот конкурс уникальный, потому что именно в День народного единства звучат те песни, которые объединяют людей. Те песни, которые поет, в общем-то, старшее поколение. Но очень приятно слышать, что сейчас они стали все чаще-чаще повторяться и по центральному телевидению. И это те песни, которые действительно объединяют. Победителями фестиваля стали хор «Леся песни», ансамбль «Желанушки» и вокалистка Полин Тютюнник. Ночь искусств для Серпуховичей. Всероссийская акция прошла в Историко-художественном музее. Одним из сюрпризов для гостей стала тематическая экскурсия. Посетители посвятили в тайны старинного особняка купчихи Анны Васильевны Мараевой. В Белом зале звучала классическая музыка. Все желающие могли насладиться игрой на скрипке, фортепиано и старинными танцами. Для детей в купеческом зале провели мастер-классы. Самые маленькие гости смогли постичь искусство японских иероглифов, пастельной живописи. Всех желающих ждал модный показ вечерних и свадебных платьев. А также представление молодежного театра студии «Синяя птица» по произведению Антона Чехова. Юные пловцы спортшколы «Звезда» достойно представили Серпухов на соревнованиях «Я стану олимпийцем». Состязания проводились в Обнинске с 30 октября по 2 ноября. За медали боролись 800 участников со всей страны. На дистанции 50 метров вольным стилем золотым призером стал спортсмен Серпуховской школы «Звезда» Данила Удот. На сегодня это все. Далее прогноз погоды. Следите за новостями на нашем сайте tv-media.ru, на официальном сайте администрации города. Мы также есть во всех социальных сетях. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»